Привет, с вами Вилском, сегодня хочу поговорить с вами о выборах. Вы спросите, как эта тема относится к каналу о технологиях? Напрямую! Но для того, чтобы это видео было для вас полезным, если выборы вас не интересуют, хотя это странно, и после просмотра этого ролика вы поймете почему, то вот вам новость, которая опоздала всего на пару дней. В приложении ВКонтакте на iOS появилась музыка. Ура! Не совсем, потому что там нет кэша. Ну, с другой стороны, сейчас есть Apple Music и куча других стриминговых сервисов. А я с вами поговорю о выборах, почему это важно, они уже совсем скоро, 18 сентября, и то, как это связано с технологиями в том числе. Поехали! Выборы Go! Какие-то парни в Самарской области собрались и такие, что-то на выборы никто не идет, как молодежь-то завлечь. У нас, видимо, молодой кандидат, потому что там организаторы какие-то компании. И решили, что сейчас покемоны в тренде, давайте сделаем вот на этой базе какую-нибудь свою тему. И сделали выборы Go! Приходите на избирательный участок 18 сентября, чекинитесь и участвуйте в конкурсе, можете выиграть Lada X-Ray квартиру или отдых в Сочи. Или отдых в квартире. Или X-Ray в Сочи. Просто призыв молодежь прийти на выборы, потому что, по ощущениям, сейчас выборы 18 сентября просто тупо игнорируются. Вы хоть знаете, что там будет? Это единый день голосования, на котором мы будем выбирать Государственную Думу депутатов. Но, как вы видите, в интернете, по телевидению, практически эта тема полностью забыта. Есть какие-то очень тухлые ролики партии, но реально нет ощущения, что вообще выборы, выборы это важно. Я считаю, что это вообще одно из самых главных событий этого сентября. Ну, после iPhone 7, конечно же. Некоторые депутаты в погоне за избирателем, причем не столько за своим, сколько вообще, чтобы люди пришли на выборы, рисуют интерактивные карты покемонов. Находите рядом со своим домом избирательный участок, вам показывается, какие покемоны там вводятся. Приходите, голосуете и ловите покемона. И вроде день прожит не зря. Народ не очень хочет свои выходные тратить. На какие-то там выборы, все и так понятно. Зачем это все? Единая Россия выиграла, все равно все останется, как было. А некоторые думают, типа, сейчас нормально. Ну, вот здесь вот плохо, вот здесь вот что-то дороги какие-то здесь воруют, коррупция там. А здесь что-то какой-то закон гировой прилетел. Ну, типа, могло быть и хуже. Знаете, вот это самая реально тупая позиция по жизни. Ну, как бы так не должно быть. Это неправильно. Ваши деньги, ваши налоги вы платите. Куда они расходуются? Никто за них не отчитывается. Принимаются какие-то совершенно сногсшибательные законы в своей ультрабестолковости. И никто за это не отвечает. Депутаты получают нифиговую зарплату, там под полмиллиона рублей, а то и больше сейчас. И они сами себе устанавливают эту планку все выше и выше. И за наши с вами деньги занимаются каким-то мракобесием. И ты сидишь такой и понимаешь, что твой голос ничего не решает. И нас таких миллионы людей. Я не призываюсь сейчас голосовать за кого-то конкретного. Я говорю о том, что выборы это важно в нашей с вами жизни. Нужно голосовать, чтобы потом справедливо возмущаться. Чтобы на кухне, сидя со своими друзьями, родственниками, вы не просто говорили, вот они там все такие. А я голосовал, а они не прошли. Или я голосовал, а они меня вообще подводят и занимаются не тем, что я от них хотел. Вот тогда появляется конструктив, понимаете? У себя в Твиттере я провел опрос. Придете ли вы на выборы? И большинство тупо проигнорировало. И это очень грустно. Явка неинтересна сегодняшней власти. Чем меньше людей придет, тем проще будет все это организовать. Причем я думаю, что не будет даже особых фальсификаций, каруселей. Потому что придут люди, которые проголосуют как надо. И их даже никто заставлять не будет. У них никто не будет отнимать паспорта и говорить, что если вы проголосуете вот так, а не так, то мы вас уволим. Че я буду плыть против потока, идти против всех? Че я самый особенный? Мне это больше всего надо. И это самое-самое грустное. Потому что люди проголосуют так, как надо власти, добровольно и абсолютно непринудительно. Грустно. Я вам даже больше скажу. Я попытался найти, какие депутаты выдвигаются от одномоднатных округов. Потому что сейчас у нас такая ситуация. Есть партии, которые представляют списки, и вы голосуете по ним. Об этом чуть позже. А сейчас вот о конкретных кандидатах, личностях, персоналиях. Вот, например, я хочу узнать, кто в моем округе вообще выдвигается. Я такой информации найти не могу. Захожу на сайт ЦИК, потому что это официальный источник о выборах. И там, ну, черт ногу сломит. Настолько бестолковая навигация. Реально, привет из 90-х, что я сломался на третьей странице. В итоге я все-таки нашел рубрикатор. Но если вы не знаете полные данные о своем кандидате, то это просто, ну, пальцем в небо. Там просто странички, и вы должны как-то найти. Не поиск по городу, по индексу. Вернее, поиск по городу возможен, но он приводит нас в счастливое никуда. И, ну, какого черта? В итоге, знаете, где я нашел список кандидатов более-менее нормальный? На Википедии. Ну, почему я нахожу список на Википедии? Вы можете повторить этот замечательный квест, если у вас получится что-то более вменяемое. Ну, ну, вряд ли. Какого черта? Где нормальный, понятный список кандидатов с биографиями какими-то вменяемыми? Не тремя строчками, что у него Волга и шесть соток в Подмосковье. Какие-то нормальные информации. Кто эти люди вообще? Едем дальше. Даже список партий, которые хотят на этих выборах попасть в Думу, я нашел на Википедии. И давайте пробежимся по названиям. Их всего 14. Номер один — Родина. Кто эти люди? Из названия ничего не понятно. Кто у них в списках не ясно. Я никого не знаю. Какая у них программа — тоже непонятно. Второй номер — Коммунисты России. Ну, тут вроде все ясно. Зюганов. А потом стал смотреть список дальше. Оказалось, нифига подобного. КПРФ — это КПРФ, а Коммунисты России — это какие-то, опять же, люди, которые до этого момента мне были неизвестны. Не могу сказать, что я сильно интересовался. Но насколько надо быть вообще вне всех этих полей, чтобы просто вообще не пересекаться с людьми, которые хотя бы чуть-чуть интересуются выборами и этой темой. Российская партия пенсионеров за справедливость. Опять же, почему пенсионеров за справедливость? Неужели у них других проблем нет? У них там сейчас пенсию заморозили, нифига не проиндексировали, а они за справедливость. Ну, окей. Единая Россия номер четыре. Ну, себя так в серединку поставили, чтобы не палиться. Российская экологическая партия «Зеленый». Кто, опять же, эти люди? Где они были все это время? Почему о них ничего не слышно? Какие-то инициативы продвигали? Какие-то интересные вещи делали? Ничего вообще. И тут, бам, мы хотим в Госдуму. Охренеть вообще, молодцы. Шестое место. Гражданская платформа. Чего платформа? Кого? Какая гражданская? Неясно. Слышал где-то, но непонятно. Либеральная демократическая партия России. Это все знают, это понятно, но там все грустно. Я не буду сейчас свое мнение вам навязывать, но я считаю, что это очень-очень печально. Партия народной свободы. Мы и так свободный народ. Вот я сижу на ютюбе, рассказываю свое мнение. Какой они еще свободы хотят? Какая у них программа? К чему они нас приведут? Какие законы они будут продвигать? Кто эти люди? Партия Роста. Роста куда? Того самого Роста, который с Нагиевым в каком-то скетче участвовал? Что это такое? Ну, я опять же утрирую, но вы поймите. Ну, кто такие партии Роста? Девятый номер. Они хотят в Госдуму. Почему? Почему их должны избирать? Гражданская сила туда же. Яблоко. Ну, известная партия. Коммунистическая партия Российской Федерации. Окей. Патриоты России. Чем они отличаются от гражданской платформы? Чем они отличаются от народной свободы? Просто патриоты России. Замечательно. И последнее место справедливая Россия. Опять же. В чем справедливость России? И чем она отличается от пенсионеров за справедливость? Что-то за справедливость борется. 14 партий. Никого не знаю. Единая Россия. КПРФ. ЛДПР. Яблоко. Справедливая Россия, потому что Миронов, там они что-то светились. Кто все остальные, большинство хрена его поймет, разберешь. И, главное, информацию почитать толком негде. Может, я телевизор не смотрю, и там прям офигеть, какое присутствие. И там прям ролики идут. Но что-то мне подсказывает, что нет. Есть теледебаты, какой-то просто цирк с конями, потому что там происходит примерно следующее. То есть это ни разу не конструктивный диалог, это не дебаты, просто какой-то трэш, даже не в прямом эфире, в записи, черт возьми. Я вам больше скажу. По последним данным ТНС, ежедневная аудитория в России YouTube превышает ежедневную аудиторию первого канала. Вы можете сказать, кроме первого канала есть еще второй и так далее. Но кроме YouTube есть еще Mail.ru, Яндекс, Google, ВКонтакте и другие сайты. И общая аудитория интернета сегодня больше, чем у телевидения. И где в интернет-пространстве данные о партиях, о выборах? Нету этого всего. Но есть какие-то ролики на YouTube, которые я мог найти, и я вам сейчас маленькие такие врезочки сделаю от нескольких партий, которые, по крайней мере, я видел. И вы поймете уровень трэша, опять же, и угара. Сейчас на вас рьются потоки несбыточных обещаний. Голосуйте за партию Родина. Ну блин, зачем мне вообще за кого-то голосовать? Ручка. Никаких зарядок. Невероятно. Поэтому так легко взять ручку с собой на выборы. А теперь давайте серьезно и очень внимательно. Вот эти все люди, вот эти какие-то конченые вообще фрики в своем большинстве, просто цирк реально уродов, да простят меня некоторые кандидаты, будут распоряжаться нашей с вами судьбой, нашим с вами будущим, нашими с вами деньгами, ресурсами, богатствами, объявлять войны, заключать союзы. Какого черта? Госдума сегодня, по сути, это важный орган, это законодательный орган, который занимается вот этими всеми нашими с вами нормами и правами, по которыми мы живем. Вы серьезно хотите доверить свое будущее большинству вот этих замечательных людей? Я вот чего-то нет. Если вы хотите перемен, ну не в глобальном смысле, а вот ну какое-то движение вперед, потому что перемены это реально движение вперед, то, конечно, надо голосовать. Сегодняшняя дума запомнилась каким-то абсолютным трэшем, реально марковесными инициативами. Закон Димы Яковлева, пакет Яровой, заморозка пенсии до 2020 года, ну накопительной части, а фактически отмена. Причем сейчас ответственные люди предлагают из этой самой накопительной части профинансировать пакет Яровой, фактически слежку за гражданами. За ваши же деньги, за вашу же будущую пенсию предлагают профинансировать оборудование и прочие вещи для того, чтобы хранить все ваши данные, переписки, звонки и так далее. Ну это вообще какой-то, ну реально, здесь даже не большой брат, а вообще уже какой-то просто ахтунг. Перевод в уголовную ответственность вот этой темы с чувствами верующих. Много-много всего. И я не могу, вот реально не могу, вот я пытался, я почему-то готовился к этому ролику, вспомнить ни одной нормальной инициативы, с которой бы мне стало жить лучше. Вот я бы пришел и сказал, вы знаете, вот это плохо, это плохо, здесь вот как-то спорно, но вот эта тема, вот она реально была хороша. Вот за это я готов простить все, вот это вот прям протолкнули, продвинули, молодцы, вот прямо вообще красота. Ни одного закона, который бы сделал мою жизнь лучше. Я не могу сказать, что за эти сколько, 4 года у нас дума, да, действовала, кстати, сейчас на 5 лет избираем. Не будем здесь как сгущать краски и перегибать. Я не могу сказать, что прям я вот самый прям замученный, зашоренный сижу перед вами, знаете, там что-то пытаюсь изменить. Нет. Я бы, кстати, ничего не менял, в смысле, что я живу и все хорошо. Но это не нормальная позиция, потому что стояние на месте, это смерть в ближайшем будущем. Нужно двигаться вперед, нужно как-то развиваться. И хочется, чтобы с моей, с вашей помощью наше государство росло. Потому что если ты патриот, а многие знают, что ты что, не патриот, что ли? Я как раз патриот, и я очень переживаю за то, что происходит в моей стране. Мне очень хочется, чтобы мы были самой лучшей страной в мире, чтобы у нас все было хорошо, чтобы другие люди нам завидовали. И есть ощущение, что если ничего не делать и стоять на месте, то лучше ничего не станет. Хуже, да, лучше нет. Поэтому надо идти что-то делать. Самое простое, что мы можем сделать, то, что государство нам дает, это пойти и проголосовать. Неважно за кого, хоть за кого. Выберите своего кандидата, какого-нибудь, который вам нравится, которому вы можете довериться. Найдите этого человека, эту партию. Мне кажется, человека найти проще. И голосуйте. И все. А дальше, опять же, вы можете с чистой совестью сказать, я голосовал, меня подвели все козлы, вообще уроды. Все очень просто. Если вы считаете, что на выборы идти надо, ставьте лайк. Вот мне кажется, это правильно. И напишите, что вам не нравится у нас. Ну так, знаете, только не просто, типа, дороги, зарплаты. Что-то все. Больше у нас проблем нет, на самом деле. Все остальное хорошо. И вообще Россия отличается от всего мира. У нас уникальный путь, у нас отличная страна. Москва отличный город. Понимаешь, это когда поездил по миру, посмотрел Америки, Азия, Европа. Насколько у нас классно. Москва никогда не спит, и все можно сделать в 10 вечера, в 5 утра. Это очень-очень круто. И Россия, конечно же, движется своим путем. Мы никогда не будем как Европа или как кто-то еще. Но хочется, чтобы этот путь был правильным, классным. Чтобы мы могли двигаться вперед, улучшать качество своей жизни. Потому что мы находимся, опять же, на этом земном шаре не сами по себе. Люди смотрят по сторонам и задаются резонным вопросом. Если мы великая страна, у нас много ресурсов, у нас умные люди, вообще все молодцы. Почему все-таки мы живем хуже, чем вот эти, эти, эти и эти? И я вам больше скажу. В принципе, у нас люди сами по себе очень умные. Все на любой позиции, посмотришь, люди очень умные. Все молодцы, все хорошо. Но почему-то, когда эта тема начинает работать вместе, все ломается. Все работает не так, как надо. На каком-то этапе все процессы начинают сбоить. Почему? Потому что законы, в том числе, очень-очень бестолковые. Они в массе своей настолько реально бестолковые, что их просто не исполняют. Я могу вам сейчас прямо перечислять до бесконечности, сколько законов у нас есть, которые номинально присутствуют. Но фактически не работают. И сколько сфер, где законодательно надо как-то расписать процессы, и этого тоже нет. А вот этими вопросами как раз занимается Государственная Дума. И это то, что сейчас вот у нас с вами на повестке дня. 18 сентября выборы. Идите, голосуйте, выбирайте. И потом мы с вами посмотрим, к чему это приведет. Вот мне кажется, это важно. И это та мысль, которую я хотел до вас донести. Если вам эта тема зашла, на самом деле, тоже напишите. Я, может быть, более подробно расскажу. Потому что это такой ролик в большей степени вообще призыв что-то делать, голосовать. Ну, нам в данном случае только один инструмент дан в руки. Это пойти и проголосовать 18 сентября. Кстати, если вам только исполнилось 18 лет, и вы первый раз пойдете на выборы, вам там еще и какой-нибудь ништяк дадут. Типа шарик или там открыточку. Тоже круто. Халяву все любят. Ну и не забывайте, что если вы из Самарской области, вы можете выиграть LADA X-Ray. Пока.